Всем привет, меня зовут Серёжа Васильев, и я подумал, почему бы мне не проехать всю Россию без денег автостопом, от Санкт-Петербурга до Владивостока. И сейчас я доехал до Ачинска. Ачинск это город в Красноярском крае, если вы вдруг не знаете. А ещё в Ачинске нас задержали полицейские, о чём вы можете посмотреть в предыдущем видеоролике, ссылка на него в верхнем правом углу. Короче, задержали нас полицейские, как бы уже поняли. Ребят по-прежнему допрашивают, я уже сижу, наверное, минут 20. Такую вот бумаженцию мне выдали. Административный штраф Васильев Сергей Олегович. Ну чё, преступник, как дела? Хорошо. Нормально, да? Пацаны, если чё, если вы это будете смотреть, ну, я думаю, будете смотреть, если чё, вот всё вернули в целости и сохранности. Блин, ребята вообще офигенные, на самом деле, вот из этого полицейского дела. Реально, прям, просто, ну, это пускай тут постоит. Салют, братья, по разуму, всё отлично. Стаканчики отдали ещё, да, всё наливали. Я обратно с ребятами, да, залетаю. Ты ещё и на скейте. Слышишь, вот так вот просто, с водяркой. Да, и всё. После этого захожу в Грузии, это мы фристайлим Батчинские бучи. Это наш стайл, это наша тусовка. Я ебов у колдов, бэма в жопу. В реке есть, Серёга, два скейт-парка в городе, ну, так, грубо говоря. Блин, ну, для маленького города это вообще мега-гипер, какая-то глобальная тема. Тони Хоук чисто на все открытия приезжает. Столица песни «Ты пчевая, пчеловодная». Чё, реально? Да, это типа сачинская. Да, Витя Поплеев сачинская. Вот эта трасса, чувак. Блин, ничего себе. Смотрите, какая прикольная пицца. Пицца же. Пицца. Руки трясутся, как у алкаша. Вахту тоже, но ты холодная. Да. Пицца Ачинская. Ну, а вкусно, хоть холодно. А сверху сыр такой горяченький. Баливает. А, структура хромает. Саня мне подогнал какой-то пакет Икея. Смотри, что написано. Хомок. А, это гамак? Да, а вот к нему вещь. Вот это, чтобы видно тебя на дороге было. Это стяжки прикольные, многоразовые. А вот это стропа, чтобы ты вешал гамак. Ничего себе, вот это Ачинские подгоны. И вот тебе сетка шернага. Видишь, она такая крутая. Я в ней спать, да, буду? Ну, да. Ну, мелкие ножки, наверное, летят. Ну, вообще, как комаровцы. Ну, вообще огонь. В нем обычно, наверное, эти кроссовки, да, таскать? Ну, не, можешь шмотки таскать и использовать. Ну, короче, контракт, это, Англия. Из этой, из-за английской армии? Да. А как ты это украл? В Англию с летал из пиздота. Вон, Санек, красава, спасибо тебе. Все, будешь, чтоб ты хоть. Изначально я не собирался даже ехать в Хакасию, но получилось так, что у меня оказался в запасе целый день. Когда я не знал, что буду делать, я подумал, почему бы и нет. Где-то в этом месте буду ловить тачку. Мое место. Для ловли тачек. Ах, что-то я устал за сегодня уши. Никто не хочет останавливаться. Уже хрен знает, сколько стою, весь вспотел. Пробую чуть дальше пройти. А ты куда? Блин, вот это вообще обидно. Как-то допорной. А это далеко? Ну, это, короче, со уши крови. А, я просил первый раз здесь. А, да? Да. У нас тут тоже такая более степная природа, там, ближе. У Шуры тоже ближе. Здравствуйте. Здравствуйте. А ну-ка, и фольди с тракой городу СТС. Посмотрим, где трак, внимание, напишите. 4-3 рублей, она будет оплатить. Хорошо. Доехали, короче, мы немного до Ужура становили муцера. Остраховали Сашу за непродленную страховку. Поля тут, конечно, вообще капец какие, бескрайние. Знаете, что удивительно? То, что тут везде есть ЛТЕ. Реально, по идее, поле полем, но при этом везде классная связь. Вообще ни разу не жалею, что я поехал в Хакасию. Блин, тут, смотрите, совсем другая природа. Прям совсем другая. Спасибо. Понятно, что все равно было по пути. Ребят, я сломал вот этот крепеж. Вот он. Он сюда вот защелкивается. И вес рюкзака в итоге распределяется равномерно по всему телу. Теперь он у меня будет тупо на плечах висеть. Эта штука, на самом деле, она так часто спасает, когда ты устаешь, ты просто на поясе цепляешь и даже не чувствуешь рюкзака. Ну ладно, что делать. Едем дальше. Часто так бывает. Ты стоишь, стоишь долго, не ловится тачка, потом находится, подвозит тебя далеко. И там какой-нибудь офигенный человек сидит, круто пообщаться, с которым весело. С которым чувствуешь, как будто давным-давно знакомая. Немного ввела меня в заблуждение Саша, как с Абакан вот сюда. Туда тоже можно поехать. Но там дорога, она какая-то более извилистая, и в итоге все ездят вот здесь, вот особенно фуры. Автопехом путешествовать? Автопехом. Так, молодец. Вот прямо, да двух километров не больше пройдешь вот так прямо. Или направо, вот там увидишь. Хорошо. Все, спасибо большое. Я уже шел, кряхтел, думал помирать, шея отваливается, в башке кислород не поступает. Здесь вообще все передавлено. В итоге мужичок остановился. Провез меня почти весь город, остался километр до выезда. Смотрите, какая милая штучка. Фига, тут машины вообще в таких. В интересных состояниях. Подкиньте вперед. Сергей. Я. Кстати, если вы еще не подписаны на канал, то самое время это сделать. И не забудьте нажать на колокольчик. Только так вы будете получать уведомления о выходе моих новых видеороликов. 45 километров подбросил меня Андрей. Жара тут просто офигевшая. Как я сейчас буду добираться? Благо мне осталось сколько-то 250-240 где-то километров. Даже может поменьше. Трафик тут вообще не какущий, правда. Но сейчас встану в какое-нибудь месте. Тенек бы в идеале найти, но смотри, тут деревьев вообще почти нету. И вот от знака даже тень почти ни в какую сторону не падает. Солнце вот наверху прям ровно. А от куда? Из Ачинска. Ачинского бока? Да. Пешком? Да не, автостопов на попытках. Вы тоже туда? Да, я туда. А, вот. Ладно, счастливо. Я думал, ты дольше будешь грузиться. Так. Опять проблема. Да, теперь вот все. Все, еще раз спасибо. Андрей меня еще полтора километра подвез. Поугарали. Я не думал, что он так быстро загрузится. А на самом деле не быстро, уже почти полчаса прошло. Он туда поехал, мне вон туда, до Абакана, на 235 километров. Радует то, что вот здесь вот еще есть дорога, с которой еще чуть-чуть народу подъезжает. Моя сегодняшняя дорога что-то вообще затягивается. Я, конечно, слышал то, что Хакасия не отличается гостеприимством. Но, блин, не думал то, что все настолько будет плохо. С автостопом тут. Как ты сюда путь делаешь? Абака. Абака, ну, до сара можем подкинуть. Окей. Меня Сергей зовут. Алёна. Привет. До свидания. Подвезли меня, короче, еще где-то километров 60. Я сейчас вон туда вот еду. Ребята, вон туда поедут. Еще до Абакана не сильно приближается. 178 километров осталось. Хотя вроде ехали почти час. Ну да ладно. Че-то в мою сторону вообще никого. Ребята там, по всей видимости, с холмами фоткаются. Ну, тут только коровки. Мусор. Добрый день. Без денег, путешествие подбросит. До Шира? Сколько по пути? Да я до Шира есть. Ага. Спасибо огромное. Удачи. Хорошего дня. Подбросил меня Володя на 10, может, чуть больше километров. До поселка Шира. Там вот поселок. Там объездная дорога. Не знаю. Как-то я сегодня так прям маленькими-маленькими отрезочками еду. А, до Абакана еду. Только по пути. Спасибо. Ага. Ага. Такого уважения на трассе. Минты, блядь. Раньше тебе только, грубо говоря, там в 90-х тебе помогали. Сейчас лишь бы штаны с тебе последние снять, блядь. То бишь, все злые на дорогах. Нету всего этого кайфа. Это просто кабалиный труд. Вот у меня водители хуярят, получают 50-70 в зависимости от того, какой везут груз. И это очень тяжелая работа, и она овчинка, выделки не стоит. Не за что. Давай, удачи тебе. Спасибо. Все, я в Абакане. Докинул мне Яша почти по адресу. Ну, как почти. Прям по адресу. Короче, заселили меня в такой большой квартира. Такой прям, не знаю, пентхаус. Просто куча тут места. Ну, двухкомнатная квартира, но она реально очень просторная. Прям капец какая просторная. Блин, круто. Юлия, я так понял, она тут даже не живет. Просто у нее есть квартира, она всех вписывает по каучу. Очень приятно. Но, к сожалению, нету интернета. Зато все остальное есть, поэтому я счастлив. Сегодня был просто супер-гипер-утомительный путь. Вот вроде, сколько там, 370-380 километров оказалось, как целых 800, наверное. Кто тут пытается смонтировать видео, гребанное яблоко пытается мне выкинуть как можно больше фокусов, но вроде как все нормально. Мне надо до завтра залить это видео. Я хер знаю, что делать. Я уже позвонил в несколько интернет-кафе. Они там говорят, что, во-первых, у них очень все медленно, во-вторых, можно загружать только с их компьютеров. Это вообще не в моих интересах, потому что не хочу палить пароли и все такое. Тем более, блин, что у них там такое, непонятно. Попробую, наверное, в кафеху в кого-нибудь завалиться. Не знаю, что тут с коронавирусом пустят, не пустят куда-нибудь. Идешь только по улице Абакана и смотрите, какие веселые дома. Причем они покрашены в этот цвет, судя по тому, как он отколупался уже давным-давно. Типа, это что вообще такое? Блин, стоп. Это типа на баннере напечатано, как будто написано молочком. Так себе маркетинговый ход. Короче, я смог найти интернет. Блин, я настолько был занят тем, чтобы доделать видео и выгрузить его. То, что даже забыл, то, что это можно подснять. Сейчас я иду к Юле, к женщине, которая разместила у меня у себя... Меня, у меня. Меня у себя в отдельной квартире. Она мне покажет какой-то там, не знаю, вид на смотровую. Меня отвезет, будет прикольно. Вот этот воин сидит на камнях. Знаешь, почему? Что значит куча камней? Не знаю, что-то разгромленное, поверженное. Нет, нет, не так. Раньше, как вели учет погибших? Когда уходили воевать, каждый воин брал камень, ну, клал в кучу. Ага. А когда возвращались, каждый брал из кучи камень. А, ничего себе. И вот эта куча, это те, которые не вернулись. Вот, вот сделано, что древний воин и воин Великой Отечественной войны. У них лицо похожее. Ну, что-то перекликается. Типа два собирательных образа. Ну, да. Старый и новый. Да. А вот эти камни, это как раз не вернувшиеся солдаты? Ну, знаешь, у нас же несколько районов, несколько городов. И тут написано, вот, например, Аскетский район, сколько человек погибло во время Великой Отечественной войны. Знаешь, мне очень жаль, что сейчас видимость такая. Я тебе, ну, я тебе про чему, про девочку говорила? Я сейчас покажу, когда мы с ней ходили. Я сфотовала с этого же места. Как хорошо. Вот такие вот фотки были. Да, в итоге девочка выложила только вашу квартиру. Вот ты же знаешь, вот, кто такие хакасы? Это эти. Кыргызы? Кыргызы. Вот они, говорит, оттуда бежали. Вот те, которые больные были всякие, которые уже до Кыргызии добежать не могли, они тут падали и оставались. Это у нас администрация. Да, там городская была, где красненьким подсвечена. А рядом серое здание ФСБ было. А вот это республики, да. Ничего себе, прикиньте, это памятник двум кошкам, которые тащат сосиски. Блин, откуда это взято вообще? Тут бакалея какая-то? Ну, знаешь, сейчас украинцы был магазин не скоро рядом. Может быть, они их сделали, не знаю. Блин, круто. А вот почему такие интересные формы столбы? А это, получается, ГАИ? Ну, да. И тут машины так стоят. И ПДД. Ничего себе. Впервые такое вижу, чтобы у ГАИ так было. Да, залипательно. Пришел домой. Надо выспаться. И завтра опять в путь. Так что, я спокойной ночи. Встретимся через секунду. Доброе утро. Ну, как доброе утро? Я уже давно-давно проснулся. Уже почти смонтировал еще один видос. Юля сказала, что у нее есть какие-то вкусные вареники. Мне их очень интересно попробовать. И как только их попробую, так сразу выдвигаюсь. Дальше нужно отвезти ключи ей и потом уже в сторону Красноярска. О, классно. Ну, вкусно. Юля вообще мега крутая женщина. Я вот только что ей отдал ключи. Она мне передала покушать. Яблочки и плюшки. Сказала, что там в дороге сильно не заголодовал. Вот, все двигаем в Красноярска и все, что-что-что-что. Абакан офигенный город, особенно ночью. Днем тут, конечно, так, типа, совсем по-обычному, но ночью-ночью тут все офигенно выглядит. Большое спасибо всем, кто помогает финансово. Вся информация, кстати, как помочь, будет в комментариях. Имена всех помогающих будут в следующем видеоролике. А пока, всем пока.